всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду на носу майские праздники и я чувствую что многие из вас готовятся совершать чудеса трудового героизма на даче не знаю как у вас а в моем окружении у моих родных близких принято чествовать героев трудового фронта поедание мясо приготовлено тут же на угля есть в этом что такое языческое древние ударно потрудился забил мамонта камнями нуль там перекопал огород тут же это мама то зажарил и съел но вот положа руку на сердце ну скажите честно неужели вам шашлыки не надоели неужели не хочет попробовать что-то новенького я вот смотрю по сторонам и вижу что в каждой местности свои шашлыки и свои весенние мамонты ну в той же самой греции например барашка на углях запекают в америке стейки традиционные в наших краях паэлью мастрячат и не просто на каких-то маленьких сковородках там такие пыльеры там по два по три там по четыре метра в диаметре толпа народ стоит смотрит красочно здорово все тут на таких весенних ярмарках естественно тут же суетятся всякий бизнесмен устраивать всякие гастрономические шоу в татаре например где я вырос раньше на таких ярмарках не знаю может быть сейчас продолжается на глазах у народа готовили в жиру чебуреки перемичи и помню как пацаном я с таким большим удовольствием трескал их так вот к чему это я веду в аргентине например на таких гастрономических мероприятиях готовят мясо прямо скажем так в полевых условиях в первобытных берут здоровенный шмат мяса проволокой привязывают его к металлическому кресту втыкают рядом с костром и запекают достоинства этого способа мариновать предварительно не надо ну то есть соответственно временно терять не надо следить за мясом в процессе приготовления тоже не надо ну не то чтобы совсем не надо но если раз в 20 минут раз полчаса подойдете там бросить взгляд нормально будет все у вас получится но есть минус конечно куда без него готовится долго там 23 часа но другой стороны если вы выбрались на майские праздники себе на дачу то куда спешить развели костерок воткнули в пруд металлический мясо к нему привязали и копайте все грядки на здоровье как раз закончите и грядки копать и мясо поспеет короче вот прекраснейший просто говяжий бок который вчера на рынке мясника купил тонкая работа как видите я просил чтобы он подрезал кости но не трогал мясо затарился все можно идти готовить здесь почти 7 килограммов мяса полуметра шмат смотрите какое чудо вот что особенно приятно говядина сама по себе имеет гораздо более выраженный вкус чем та же самая свинина но кроме того вкусное мясо растет на костях и грузинка в этом отношении ну просто чемпион но начинать все же надо с разведения костра правда у меня на вольном выпасе условий для костра нет тут сухостой кругом пожар может случиться поэтому буду корячиться вот здесь бревнышки в уголочек их накидаю это у меня апельсин и олива представляете чем топит наши края все потому что перезы не растет а для быстрой растопки я применяю вот такие парафиновые кубики ну вот костерочек разгорается мне пока надо быстренько подготовить мясо подготовка примитивно для начала рассеку вот эти вот в пленочке точно по центру каждого ребра они при нагревании сокращаются и очень сильно стягивают мясо выдавливая сок поэтому лучше надрезать ну и кроме того лишний жиров конечно надо убрать но не полностью он и вкуса добавит и предохранит этот кусман от пересыхания и вот такой подготовленный шмат нам приправить ну во первых конечно оливковое масло она позволит быстрее равномернее разойтись ароматом пряностей они же жиржестворимы теперь крупная соль щедро так сухой гранулированный чеснок тоже щедро можно конечно и свежего чеснока нарезать допустим пластиночками нашпиговать этот шмат но черт возьми сегодня у нас примитивные технологии прямо скажем так чем проще тем лучше поэтому сухим обойдемся чем проще тем лучше и перца тоже щедро от души красненько острого и растереть красота ну и вторую сторону тоже распилить ребра я попросил для удобства у меня нет металлического креста на котором может было бы удобно этот шмат прикрепить а на решетке которая есть чем более плоский шмат тем удобнее и теперь его надо закрепить на решетке для чего парочку проволочек пропустить где-нибудь вот здесь вот и скрутить эдакий подвес ну и теперь можно подвешивать и вот сюда этот шмат теперь надо каких-нибудь подручными средствами закрепить решетку более-менее вертикально весь первый час с четвертью то есть 75 минут мясо нужно запекать костями к огню дело в том что кости продукты прогреваются значительно медленнее чем кусок мяса если вы сначала мясом к огню только потом костями то прослойки мяса рядом с костью не пропекутся что касается расстояния я располагаю мясо примерно в 50 в 60 сантиметрах от основного потока пламени на этой дистанции руку можно удерживать где-то 45 ну край 6 секунд чем толще кусок мяса тем дальше нужно отодвигать в принципе будет даже классная и лучше получится результат если вы расположите этот шмат на расстоянии 80 сантиметров от огня но в этом случае она будет готовиться дольше там 4 5 часов но результат сайте будет гораздо лучше она будет более мягкая более нежная собственно на этом все подготовительные этапы готовки завершены можно герою труженику набулькать на два пальца бодрящей влаги а у вас коротенькая аэроэкскурсия по коста бланке не скучайте прошел час и 15 минут и пора мяско перевернуть другой стороной к огню смотрите какое чудо красотень и обратно на огонь вот так вот минуты stoffy а Крайне редкое событие в наших краях, даже зимой дождь. Вот я вот поднавязанно открылся, но здесь попробовать не удастся, поэтому пойдем в дом сейчас. Так, ну и пора разрезать это чудо. Вы видите, он огромный кусок, хватит на большую компанию. И мне кажется, это в принципе очень удобно. Так, давайте чекрыжим. Вот такое чудо. Смотрите. Вот это вот, well done классический. Вот это вот, ну, наверное, как в Испании говорят, dos puntos, то есть две точки. То есть это, конечно, не medium rare, чуть посильнее, но тоже очень сочный кусок. Так, ну и вот это вот давайте сейчас. Смотрите, сколько здесь сока, а. Просто чудовищно много сока. И что, глядя вот на эту картинку, вы хотите сказать, что шашлык лучше? Вы серьезно? Вы посмотрите на это чудо. Просто посмотрите. Истекающая соком. Нежная. Ммм. А запах. Просто какая-то феерия. Безумно сочно. Вот я шашлыка, например, настолько сочного, ни разу в жизни не пробовал. Потому что в шашлыке кислота, которую это добавляют, она добавляет вкуса, конечно, да. Но эта кислота сушит мясо. Здесь кислоты нет. Просто какая-то фантастика. Слушайте, нужно хотя бы один раз в жизни приготовить такую штуку. И я уверен, вы проникнетесь идеями Аргентины на предмет такого способа приготовления мяса. Это просто какая-то фантастика. Просто бомба вкусовая. И главное, он абсолютно не напрягает. Вот этот здоровенный шмат такой огромной толщины. У меня рядом с костром висел час пятнадцать на стороне костями. И еще час двадцать пять на другой стороне. И вот такой результат. Короче, приготовьте и не благодарите потом. Огромное спасибо вам за лайки, за дизлайки, за репосты. Отдельное спасибо тем, кто мне подсказывает какие-то рецепты. Это классно и здорово. Естественно, я должен обязательно сказать огромное спасибо спонсору Самури. В том числе и благодаря его поддержке. Я могу так часто выпускать ролики. Вам спасибо за компанию. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова